Фото-хистрия Беспощадная борьба с засилием немцев 1914-17 год МА 05-2015-1944 Оригинал взят у ОПЕРАНДЕСКОР 1,974 В Беспощадная борьба с засилием немцев 1914-17 год По мотивам статьи А.Волынса С первых дней Великой войны и до своего краха власти Российской империи вели тяжелую и изнурительную борьбу в тылу с немецким засилием во всех его проявлениях Начинали с немецких вывесок и названий, включая столицу Потом перешли к вражеским подданным и потенциальным изменникам подозрительного происхождения А когда война затянулась, взялись за бизнес и капитал Для этого создавались специальные комитеты Издавались указы и законы Но обернулась все профанацией Сменой вывесок и наказанием самых безобидных и, что удивительно, преданных России и ее собственных граждан из числа крестьян К началу 20-го столетия Российская империя была уже очень тесно связана с германской экономикой В стране действовали тысячи торговых и промышленных предприятий принадлежавших полностью или частично германскому капиталу В провинции проживали десятки тысяч подданных Второго рейха и Австрийской империи и еще свыше двух миллионов подданных России немецкого происхождения или национальности И опыт прежних войн не давал ответа Что с ними делать в новых условиях? Более того, у первых лиц империи не было даже психологической готовности перенести нравы тотальной войны в сферу экономики и частной собственности 3 августа 1914 года в Совете министров попытались обсудить вопрос о находящихся в стране капиталах и собственности выходцев из Германии и Австро-Венгрии Министр внутренних дел Николай Маклаков, давний сторонник борьбы с немчеством заявил, что в отношении немцев на территории империи пора покончить с позой сентиментального уважения к закону Но большинство сановников были не готовы к такому резкому повороту Общее мнение выразил главноуправляющий землеустройствами земледелием Александр Кривошейн В то время фактически глава всей экономики России Мы должны вести себя как мировая держава Хотя слова Маклакова соблазнительны Министр внутренних дел Российской империи Николай Маклаков Поэтому первые месяцы войны и германская экономика на территории России продолжала функционировать, как и прежде Только 22 сентября, после разгрома русская армия в Восточной Пруссии Совет Министров ввел запрет на право владения, пользования и приобретения недвижимого имущества неприятельскими подданными Но власть и общество России беспокоили уже не только собственные иностранцы, сколько 2 миллиона этнических немцев, пусть и подданных своей страны И здесь первым задал тонцам Николай II В начале октября 1914 года он в привычном анархуманере заметил Петроградскому градоначальнику генерал-майору Аболенскому Отчего много у вас немцев? Обратите внимание, что надо это выяснить Я приказываю всех выслать Мне это все надоело У самого царя в семье было много немцев, но никто не решился ему напомнить об этом Император явно имел в виду немцев Сохранявших германское и австрийское подданство Но бюрократия империи приняла эти всуеброшенные слова как указания в отношении всех немцев вообще Естественно под удар попали не чиновники и офицеры немецкого происхождения А таких и в армии было предостаточно А социальные низы диаспоры, крестьяне-колонисты западных губерний Генерал от кавалерии Феодор Трипов Первым выступил генерал от кавалерии Феодор Трипов В то время губернатор сразу трех губерний на Украине Примыкавших к австрийской Галиции В начале октября 1914 года он представил Совет министров записку В которой отметил, что последовательно и неуклонно развивается немецкая колонизация в пределах юго-западного края И указывалось на особливую с государственной точки зрения Настоятельность положить предел таковому явлению В смысле не только прекращения дальнейшего расширения немецкого землевладения Но и ликвидации существующего 8 октября император повелел рассмотреть записку Трипов И уже 10 октября министр внутренних дел Маклаков Представил в Совет министров свой доклад о мерах к сокращению немецкого землевладения и землепользования В котором был расписан целый немецкий заговор против России Стремительное увеличение немецкого землевладения Должно было всячески содействовать подготовке германского военного нашествия на западные окраины Действительно, исторически сложилось так, что на всем протяжении фронта Возникшем в августе 1914 года на западных границах страны От Прибалтийского Мемеля, ныне Клопеда, до Степи и Одессы Проживали сотни тысяч немцев, полноправных подданных Российской империи Маклаков пугал Совет министров историями о том, как проживавшие в приграничной полосе немцы обязаны были при наступлении германской армии предоставить в ее распоряжение квартиры фураж А при требовании последнего для нужд русской армии сжечь его Также он рассказывал, будто в Бессарабии новая железная дорога прошла исключительно по немецким колониям и даже образовала особый угол для того, чтобы прорезать их центр В то же время минуя русский села с такой тщательностью, что ни одно из них не оказалось к ней поблизости Маклаков признавал, что глобальный заговор известен ему по неподдававшимся проверке данным Но, тем не менее, призвал конфисковать немецкие земли по национальному признаку во всех западных губерниях империи Председатель Совета министров Российской империи Иван Гаримыкен Впрочем, особо ретивые чины, не дожидаясь законов, отличились абсолютно комическими инициативами Так, генерал-губернатор Одессы Михаил Эбелов, кстати, армянин по национальности, 25 октября 1914 года издал постановление, изумевшее даже самых рьяных поборников борьбы с германизмом Он ввел запрет на использование немецкого языка не только в разговорах вне жилищ, но и во многих других частных случаях, вроде изготовления визитных карточек и надгробных памятников Первый же пункт постановления гласил, воспрещая сборище взрослых мужчин-немцев более двух, даже из числа русско-подданных, как в своих жилищах, так и вне их Появление этого документа вызвало оживленную переписку между Одессой и Петербургом, и лично глава правительства Гарри Мыкин был вынужден объяснять генералу Эбелову, что многие его запреты отдают маразмам В итоге правительство с трудом заставило губернатора издать разъяснение, что понятие более двух не распространяется на членов одной семьи Генерал Эбелов, Абелянц, Михаил Исаевич, министр финансов Российской империи Петр Барк Весной 1915 года, когда стало ясно, что война затягивается, власти Российской империи, наконец, попытались поставить под контроль германские капиталы в торговле и промышленности Положением Совета министров от 16 марта вводилось право назначения специальных правительственных инспекторов на принадлежавшее германским подданным предприятиям Германский капитал контролировал в России тех лет целые отрасли, прежде всего электротехнические и химические заводы К лету 1916 года такие правительственные инспекторы были назначены в 712 акционерных обществ, товариществ, отдельных мелких заведений и даже ремесленных мастерских Но работа велась бессистемно, и правительственный контроль назатронул множество предприятий с германским руководством и собственностью, включая весь финансовый и банковский сектор Вопрос о необходимости контроля и ограничении немецкого капитала в банках не раз поднимался в Совете министров Об этом много писала пресса, но любые поползновения в эту сторону блокировались с Министерством финансов Его глава, Петр Людвигович, по российскому паспорту Петр Львович, Барк, был аздзийским немцем и последним министром финансов Российской империи Занимавшим этот пост с мая 1914 года по февраль 1917 При этом, однако, нет никаких оснований подозревать Барка в симпатиях Второму рейху или немцам в целом Он был финансистом международного уровня и настоящим космополитом Поэтому в ответ на предложение как-либо ограничить германский капитал министр Барк выдвигал убийственный аргумент Что это произведет негативное впечатление на иностранных инвесторов вообще А иностранный капитал тогда контролировал, по разным оценкам, от половины до двух третей русской промышленности И перед таким доводом был бессилен любой казенный патриотизм Переселенцы на железнодорожной станции рядом с германской границей Тем временем, неудачи на фронте усилили подозрительность генералов Вставки считали необходимым полностью выселить немецких крестьян из предфронтовых районов Еще в конце 1914 года начальник штаба Верховного Головнокомандующего генерал Николай Янушкевич На анонимном сообщении о ситуации в тылу поставил краткую резолюцию Лучше пусть немцы разорятся, чем будут шпионить А к лету 1915 года началось то, что вскоре назовут великим отступлением 1915 года Из-за дефицита винтовок и снарядов русские армии начали отступать по всему фронту Отдав австрийцам и немцам Галицию, Польшу, часть Прибалтики 23 июня особое совещание при штабе Головнокомандующего приняло постановление о чистке прифронтовых районов По которому немцы и колонисты должны были выехать на восток за собственный счет Это принудительное переселение немцев-колонистов из приграничной губернии стало первой массовой депортацией населения в истории России XX века Из польской губернии тогда выселили порядка 400 тысяч немцев-колонистов Из Волынской губернии, на северо-западе нынешней Украины 115 тысяч поначалу при выселении немцев-колонистов делались исключения для родственников солдат и офицеров и для имеющих российские военные награды Но в октябре 1915 года, когда итоги Великого отступления ожесточили уже всех, выселению теперь подлежали все Александр Кривошейн, слева, с Петром Врангелем, в центре, в Крыму Немцы-колонисты делились на три категории Принудительно переселяемые, административно высылаемые и заложники В соответствии с законодательством тех лет, административно высланные лица во время следования по этапу приравнивались к заключенным и должны были содержаться в тюремных помещениях Также военные власти брали заложников из каждого поселения, чтобы исключить какое-либо сопротивление Затем заложники также вывозились вглубь России Активного сопротивления депортации русские немцы не оказали Массовая депортация немцев освободила значительные угодья в прифронтовых районах Что натолкнуло генералов на мысль использовать их, чтобы заинтересовать фронтовиков Растерявших в окопах былой патриотический порыв 22 июля 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Николай Янушкевич обратился с письмом к министру Кривошейну Главноуправляющему землеустройством и земледелием Безусловно, вопрос о земле острый Сказочные герои и альтруисты – 1%, остальные – люди 20 века Таков дух народа, а потому и армии Драться за Россию – очень идейное и громкое слово, но это теория Если обещать земли немецких колонистов георгиевским кавалерам и раненым, тогда все пойдет иначе С этим надо спешить Еще есть время, помогите Сейчас тяжкая картина Рядом с чудо-богатырями и героями все заметнее выделяются негодяи, добровольно сдающиеся немцам Я счастлив, что их расстреливают, но жаль, что можно было бы из них легко сделать зверей, которые бы зубами грызли горло немцам, чтобы отнять землю Ведь можно сделать, спечь, заказать, купить, как хотите, героев А чего же не сделать это? Потом будет поздно Уже 24 июля предложение Янушкевича обсуждалось в Совете министров Циничные и трезвые чиновники пафос генерала не разделили Министр внутренних дел князь Щербатов так подытожил общее мнение, не письмо, ведро валерьяны Героев так не получим Обещания не подбодрят Практически немыслимо наделить землей всю армию Всех не купишь, горожане, рабочие т.д. Что давать им? Генерал Николай Янушкевич Однако с освободившимися после депортации немцев землями надо было что-то делать Да и неудачный ход войны заставлял власти цепляться за любую возможность заинтересовать солдат в продолжении борьбы Поэтому 13 декабря 1915 года появилось новое положение Совета министров Согласно которому земли немцев-колонистов должен был в принудительном порядке скупить крестьянский банк Чтобы по окончании войны наделить ими за плату некоторые категории фронтовиков На деле это патриотическое мероприятие обернулось грандиозной коррупционной аферой Крестьянский поземельный банк, которому поручили скупать оставленные немцами земли Был государственным, подчинявшимся Министерству финансов Земли принудительно выкупались у немецких колонистов по бросовым ценам При этом не за живые деньги, а за казенные обязательства Выплаты по которым должны были вестись в течение следующих 25 лет То есть закончатся в 1941 году Хотя предполагалось, что немецкие земли будут переданы будущим героям войны Продажа новым собственникам началась сразу же И, естественно, их покупателями оказались вовсе не солдаты и унтер-офицеры А местные помещики, зажиточные крестьяне и даже члены Госдумы и правительства Так, под Симферополем в немецких колониях лучшие земли с виноградниками принудительно выкупались за 10% от реальной цены А их новыми собственниками стали генерал Рейненкомф, сам истлянский немец, граф Татищев, князь Апракси